Эфир телеканала ННТ продолжает новости 24 в студии Патемат Гаджиева и вот о чем мы вам расскажем. Этот беспредел нужно прекращать, нужно создавать людям нормальные условия человеческие, а не загонять их, еще раз повторяю, в трущобы, без света, без воды, без газа, с затопленными подвалами. Своевременно реагировать на проблемы Сергей Меликов обсудил обращение дагестанцев, поступающих в Центр управления регионом. Жертвоприношения не выходя из дома. Благотворительные фонды Инсам проводят акцию «Мясо в каждый бедный дом». Важные советы и слова напутствия в Минспорта встретились со спортсменами, которые поедут на Олимпиаду в Токио. Жители Дагестана больше всего беспокоят вопросы качества и отсутствия воды, электроснабжения и уборки мусора. Об этом сообщил Центр управления регионом на совещании по проблемным вопросам Дагестана под председательством Сергея Меликова. В рамках ВКС участие в нем приняли и главы муниципалитетов. Отмечу, что проект ЦУР был создан в прошлом году во всех регионах страны для отслеживания жалоб в соцсетях и перенаправления их в профильные ведомства для реагирования. С докладом на заседании выступил руководитель организации Султан Абдуралимов. Он рассказал, что за последние две недели от жителей региона поступило более двух тысяч обращений. Надо этот хаос прекращать, этот беспредел нужно прекращать. Нужно создавать людям нормальные условия человеческие, а не загонять их, еще раз повторяю, в трущобы. Без света, без воды, без газа, с затопленными подвалами. Это же наши люди, я который раз уже об этом говорю. Все больше упоминается тема новой коронавирусной инфекции, в частности, нехватка вакцин в определенных пунктах. Обратить внимание на проблемы, которые требуют немедленного реагирования, и заняться их устранением поручил главам городов и районов руководитель субъектов. Сергей Меликов заявил, что подобные совещания с участием представителей ЦУР будут проходить ежемесячно. 105 миллионов рублей выделило правительство Дагестана на проектирование объектов ЖКХ в трех городах республики. Об этом на заседании, посвященном подготовке к осенне-зимнему периоду, заявил премьер-министр Абдулпатах Амирханов. Речь идет о Хасавюрте, Кизельюрте и Дагестанских огнях. Такое решение председатель Камбина принял после рабочих поездок по городам-регионам. В протяжении трех недель объехали некоторые муниципальные образования, чтобы воочию увидеть готовность объектов коммунального хозяйства. Какие-то вопросы сейчас оперативно, то, что мы можем быстро помочь, мы, конечно, будем помогать. В целом, ситуация, ну, вопросы остаются по городу Дагестанские огни. Премьер-министр Дагестана сообщил, что Оперштаб продолжит выездные мероприятия в муниципалитеты. Следующие объекты внимания – это школы, детские сады и больницы. Фонд Инсан принимает заявки на совершение обряда жертвоприношения на Курбам-Байрам. Любой житель республики может стать участником акции «Мясо в каждый бедный дом», просто заполнив купон и оплатив стоимость барана в размере 8500 рублей. Выбранное при заполнении заявки часть жертвенного мяса будет доставлено на дом заказчика на такси. Остальное распределят среди нуждающихся из числа подопечных Инсана. Так можно совершить обряд, не выходя из дома. За вас все сделает благотворительный фонд. Подробности по номеру, который вы видите на своих экранах или на сайте fondinsan.ru. Мы планируем в этом году распределить более 80 тонн жертвенного мяса среди подопечных фонда Инсан по всей республике Дагестан. Мы призываем всех принять участие в этой акции. В свою очередь фонд берет на себя обязательства за вас закалывания, разделки и доставки. В Дагестане развивается не только единоборство. Уже около года в Каспийске функционирует Академия гимнастики. Юных спортсменов будет тренировать чемпионка мира и Европы Татьяна Набиева. Подробнее о том, как проходят занятия в Академии и каких успехов добились воспитанники в нашем следующем сюжете. Гибкость и грация, художественная и спортивная гимнастика развивает ребенка как физически, так и интеллектуально. Но мало кто знает, что за всей этой красотой стоит огромный труд. По словам заслуженного мастера спорта Татьяны Набиевой, без желания и усилий ребенка ему будет сложно добиться высот. Вместе с тем воспитанники Академии имеют большой потенциал. Дисциплина. Это самое главное. Дисциплина, да. Здесь пока что нет никаких проблем. Я не вижу девочки, вообще дети все хорошие. Я уже не раз говорила, что у дагестанских детей есть столько возможностей стать хорошими гимнастками. Просто не каждый раскрывает, наверное, свой потенциал. То есть это еще придет со временем, потому что спортивная гимнастика в Дагестане, она очень молодая. Ходить на занятия дети могут с пяти лет. Растяжка, хорошая осанка, подвижность суставов и координации. Это основные показатели, которые формируют гимнастика в плане физического развития. Несмотря на то, что Академия открылась недавно, ученики уже успели проявить себя и добиться призовых мест на соревнованиях. В нашей школе в основном акцент делается на спортивную гимнастику. Спортивная гимнастика – это фундамент, основа для любого вида спорта. Как мы открылись уже меньше года, но результат у нас хороший. Вот недавно в Нальчике проводилось всероссийское соревнование на призы призерка Олимпийских игр Елены Прадуновой. Наши воспитанницы заняли призовые места. Двое из них стали чемпионами. Были третьи места, вторые места. Также в Академии есть секция тэквондо. Дети с ранних лет учатся концентрировать внимание, держать правильную осанку, быть терпеливым и выносливым. Стоит отметить, что это одно из безопасных единоборств. Но и тут без растяжки никуда. Начальная группа, которая занимается тэквондо, у них идет в начале гимнастика, физическая подготовка. И только потом они переходят на тренировки тэквондо. Тренеры признаются, что одного желания родителей отдать ребенка в спортсекцию мало. Важен настрой и готовность самого малыша. Ведь любой вид спорта требует максимальную отдачу и концентрацию. А такие школы, как Академия гимнастики в Каспийске, помогают взрастить будущих чемпионов. Мне понравилась гимнастика, потому что тут можно достигнуть всего, что можно стать чемпионкой, достигнуть своего. Наталья Ханбабаева, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бигбарзов. Новости ННТ. Каспийск. Важные советы и слова напутствия. В Минспорта прошла встреча с дагестанскими спортсменами, которые совсем скоро станут участниками Олимпийских и Паралимпийских игр. Отмечу, что в Токио планируется выступление порядка 30 дагестанцев. Тему продолжит Курбан Рагимов. На эту встречу олимпийцы пришли неполным составом. Многие спортсмены участвуют в учебно-тренировочных сборах, проходят медобследование. Вольники Заур Угуев и Гаджумрад Рашидов вернулись домой всего на несколько дней. Впереди у спортсменов финальный этап подготовки, который решено провести во Владивостоке. Мы на последних сборах были в Кисловодске. У нас было три недели сбора. Провели очень большую работу и уже практически завтра выезжаем на последний сбор Владивосток и оттуда уже полетим в Олимпиаду. Сначала пройдем аккумунистацию, потом проведем схватки, как обычно, и уже полетим в Токио. Перед вылетом на очередные сборы спортсменов напутствовал Сажид Сажидов. Министр спорта дал важные советы и поделился своим опытом участия в главных играх четырехлетия. На вас большая надежда. Вас верят. Это самое важное, когда в вас верят ваши близкие, друзья. У вас ответственность за всю страну. Я думаю, вы это не меньше, чем мы знаете, чувствуете. И не меньше, чем кто-либо вы хотите выиграть. Мы в этом не сомневаемся, что вы сделаете 100% от себя зависящее, чтобы показать хороший результат на этой Олимпиаде и обрадовать всех нас. Богатым опытом поделились также Гайдербек Гайдербеков и Камиль Джамалудинов. Именитые спортсмены напомнили олимпийцам, что важно быть готовым не только функционально, но и психологически. К этому старту легкоатлет Мусат Аймазов идет в статусе рекордсмена страны в метании клаба. А борцы Рашидов и Угоев уже побеждали своих зарубежных соперников. Поэтому и в Токио все настроены выступить удачно. Такого нет, чтобы Олимпиаду психологически нагружали. Мы как обычные соревнования, так же готовимся, как на чемпионатах мира и Европы. Но так же прошли по-другому, вроде без травм, без ничего, все нормально. Сейчас остается две недели и подойти в форме и все. На играх в японской столице планируют выступить 30 дагестанцев. Воспитанник республиканских спортшкол будут представлены в составах 11 стран. Олимпиада стартует 23 июля. Турнир паралимпийцев в Токио пройдет на месяц позже. Курбан Рагимов, Магмед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И в продолжение темы стали известны размеры призовых для медалистов Олимпиады. Правительство России предусмотрело для триумфаторов турниров в Токио в качестве денежного поощрения 4 миллиона рублей. Это чуть больше 50 тысяч долларов. Серебряный призер получит 2,5 миллиона, а обладатель бронзовой медали 1 миллион 700 тысяч рублей. Также по возвращении на родину олимпийцев ждут и другие подарки. К примеру, за успехи на предыдущей Олимпиаде в Рио спортсменам вручили ключи от новых BMW X6. Кроме того, победители Олимпиады ждут поощрения и подарки в регионах, которые они представляют. Для сравнения, больше всего своих спортсменов поощрит правительство Казахстана. 250 тысяч долларов за победу. Примерно эту же сумму получат олимпийцы в Азербайджане и Латвии. На этом у меня все. Смотрите нас на сайте nnttv.ru. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»